4.51. Короче, едем к нашим братанатчикам. Два дня будем гулять. Тоже занятая жизнь. Такая же поездка братского характера. Ахмад! Ахмад! Ай, Джан, да? Че там, движ парижевым? Ух! Масим, Масим. Пойдем на свадьбу, залетим, похалываем, короче, на халяву. Ты меня смотришь? Мы находимся в ауле. А чем больше болото, тем больше норово, тем больше мотивации. Это отель Фанна, полностью халяльный отель. И такие условия сделали, чтобы они на уровне тренировались. У меня уже этот, жидкость просто. Это прям супер грязь, короче. Короче, мы собираемся сегодня в поездку. Мы когда в поездки отправляемся, теряясь, занимается колбасная продукция моего одного друга, брата, близкого. Это 100% халяльная колбаса. Потому что очень много колбасных изделий на рынке. Они очень добросовестные, если честно, в этом плане. Здесь, кстати, очень большое процентное соотношение мяса. И это супер вкусный циррелатик. Это как это называется? Докторская. 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 Тоже сальто и джи-сона. Это прям супер грязь, короче. В хорошем смысле этого слова. Это охотничьи колбаски копченые. В микроволновку закинул, поджарил чуть-чуть. Потом вот так горчицу взял. Вообще, я очень люблю именно вот такие путешествия. С пацанами в трассу выехал и так далее. Но, что понял, вот часто ездим в Шымкент. Бывает, просто к братанам развеяться путешествия там и так далее. Короче, не кушайте на трассе. Шаштычок там с уксусом какой-нибудь такой, знаешь, придорожный, короче. Не рискуйте. Вопрос. А вот в трассе же, ну, все музыку слушают? Чтоб не заснуть, музыка. Тишина. Просто общение, печенье. Ай, гу, все что-то ха-ха-хи-хи ловят. Главное, чтобы в машине было побольше людей, да. Но я, наверное, побольше по профессии вообще не слушаю музыку. Не в машине, не дома там и так далее. Только по работе. На работу на студии приезжаю, слушаю чьи-то треки, вдохновляю, какие-то фишки цепляю. В трассе вообще никогда не хватит. А вот когда пешком, например, гуляешь наушники? Пешком? Не, бывает вот в горах гуляешь. Не, на бортах гуляешь, блин, хочется послушать речку. Прикольно. Как ветер дует, там снег падает. Это же такие моменты. Чтобы уши отдохнули. У меня-то уши не отдыхают. Я думаю, мы покажем вам классные вещи. Это поездка не музыкального характера. Это больше поездка братского характера, просветительского характера. Короче, едем к нашим братанам, Чимкентским. Такая тема. Какие-то, 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 какие-то? Пять сум, пять сум ему чисто максимум. Ахмад! Ахмад! С акцентом! Ахмад! Я в Калуфоил. Я за того чисто поеду, брат. Рад, у тебя потрясающий Ред Салон. Ред Салон, это арабский стиль. Маша, Маша. Морда под рейндж они делают. И едет очень понятно. Тут же с окном проблема чуть-чуть. Иногда задувает, иногда нет. Короче, Висян, Висян! Как только вы вот в этой стране окажетесь официально, вы знаете, кто будет вашим амбассадором. Брат, а можешь побрызгать на ловую? Ну как, встало? Ай, Джан, да? Давай скотчим ее. Скотчем. А что делаешь? Когда что-то хорошее, я какую-то тему узнал интересную, хочется с друзьями поделиться. Ты же должен желать своему окружению самого лучшего, то, что себе желаешь. Поэтому, ну, никаких предъявок это не нужно. На следующий трек. Как это прекрасно будет для Висян. Особенно в таком. Короче, там проекция. Ты можешь настроить в этой же проекции навигатор, чтобы тебе работать. Прикинь. То есть, идет навигатор. Мы едем в прекрасный город-герой Шимкент. Что тебе объяснить? Куда едем? Ты меня снимаешь? Мы едем в город Шимкент. Мы едем навести своих братьев. Нас пригласили. Вот. Два дня будем гулять. По приезду мы поедем в очень прекрасное место. Это вы дальше увидите видео. Брат, я улучшил шумку в этой машине. Что там? Зазначка чистая. Все спрятал. короче это отель пана это полностью халяльный отель все четко все спокойно все аккуратно классный мануфактуры пакетов эти ковы в отеле билда лестницы такие из камня сделаны еще не по-моему тоже у нас есть аккуратный чистенький грамотный отель ничего лишнего мы как-то раз короче давно приезжали на концерт вообще еще особо популярными не были и чудес пацаны местные встречают что-то сегодня у нас не кэша ничего короче там по копейке и один кинга пойдем на свадьбу кун залетим по халам короче на халяву потом штука людей беспредел все залетает спокойно мы там дальние родственники хорошо понимание было мы находимся в ауле аул это деревня то есть это не город и вот здесь определенное количество людей народ там все объединились и решили сделать из этого аула ну вот обычно как дела берут какие-то большие города и в больших городах какие-то проекты делать а здесь решили взять деревню и в деревне сделать классную деревню чтобы здесь у людей которые живут в регионах так скажем провинции чтобы у них были те же условия что и у городских ребят посмотрите вот такой вот зал сделали мы ждали тоже показывали каждый двери вновь представь для деревенских ребят да то есть еще одна один из концептов этого зала был был такой момент чтобы спортсменов из аулов отправляли куда-то на городские соревнования на республиканские и они терялись да когда там какой-то зал крутой увидели там это и такие условия сделали чтобы они на уровне тренировались неважно откуда и провинция не провинция чтобы здесь был все на уровне сауна крови не крови все четко короче тренера боксера взяли местного нашего нашу школа тренирует и он выбрал 6 пацанов именно одаренных двери для всех открытых но именно из вот этих шести мы ждем результат олимпийский стандарт даже недавно сборник я сюда привел трех чемпионов мира чемпион азии чемпион мира по по борьбе первую нашу датаризабет они сказали есть школа алимпийского резерва у них нет такого оборудования они были есть такая большинство выдающихся людей там тот же ломоносов да вспомним есть такая закономерность что большинство людей выдающихся выходит именно из провинции есть вот мотивации больше до голода ген гена да маякудубский а чем больше болото тем больше болото тем больше мотивации за это все эти ребята уже ну потихоньку они в это время обычно в аулах чертки молодежь они гуляют по по улице занимают вот здесь они занимаются способом пока нету такого зала в аула хочется чтобы в каждом ауле было и нас на же план стола аулов одно из этого у нас с этого ума начали и вы дальше как и сейчас восточном краснамского вы выбрали один аул уже выбрали один аул сейчас идем переговоры что полностью мы забрали из этого аула сделали образцового самая главная тема что люди знаете как думают люди думают вот нужны типа там два-три богатых человека вот на самом деле вот это все что вы видите она построена посредством объединения народа тут есть и работяги и все и спортсмены и олимпийские и просто спортсмены и все ну короче нужно просто объединяться нужно давать нужно помогать если вы хотите ну у нас любят вас там пока проблемах говорит да стране а решать проблемы никто не хочет потому что ну чё там я 500 тенге закину типа чё я сделал даже твои 500 тенге это уже действие нужно поэтому действовать не говорить о действует проблема надо решать что-то махишки познакомиться пожалуйста о салам алейкум знакомая камера чё там движ париже глух сейчас будем палец дорогие друзья не кайфуйте не ходите в клубы не пейте алкоголь нюхайте всякое говно зачем это делать ходите в баню нормально проводите время пейте кумыс нормально нормально это вообще от ахмада никто не ожидал сегодня брат ты чё мы уже не можем он в бане сидит на кайфе аху ты еще там посидел я уже этот жидкость просто